Добрый день, дорогие читатели! Сегодня мы с вами обратимся к творчеству современной писательницы Марианны Гончаровой и прочитаем один из ее рассказов. Мариана Борисовна – лауреат Русской премии и Международной литературной премии имени Эрнеса Хмингуэя. Среди ее знаменитых книг – роман Аргидава, подростковая повесть о попсимых пакетах, а также множество сборных рассказов, написанных с юмором и теплотой. К сожалению, Марианна Гончарова скончалась в сентябре 2022 года в возрасте 65 лет, но с нами остались в ее книге. И сегодня мы прочитаем рассказ «Спящая красавица», который входит в сборник «Папа, я проснулась». В центре сюжета история молодой девушки, которая всегда и везде опаздывала из-за того, что вовремя не могла проснуться. Удалось ли ей справиться с этой проблемой, сейчас узнаем. Итак, Марианна Гончарова «Спящая красавица». Ирка поубивала все будильники. Для убийства последнего встала по его же звонку, доковыляла до окна, открыла форточку и швыронула в будильник в пуст. В пусте кто-то взвизнул, зашуршал, потом радостно ойкнул и воскликнул. «Ой, господи, ой, часики! Вот спасибо тебе, господи!» «Да пожалуйста!» – в ответ напомотала Ирка, закрыла окно и ушла спать. Но вставать все равно надо было в семь утра. Надо было все равно, потому что надо было. А как? Оставшись без будильников, Ирка заказала своему папе ежедневную телефонную побудку. Папа вынужден был звонить каждое утро из другого города. «Да-да, я уже проснулась!» – бодрым свежим утренним голосом рапортовала Ирка. «Спасибо, папа!» Папа верил. Через три часа Ирка звонила отцу и орала. «Папа, почему ты меня не разбудил? Я же просила! Я же опять опоздала! Опять!» «Ира, ну ты же мне ответила! Ты же сказала! Да-да, я проснулась!» «Это была не я!» «А кто?» – от удивления и страха заикался папа. «В доме, кроме Ирки, жил только хомяк. Хомяк не мог говорить Иркиным голосом «Да-да, я проснулась!» Хомяк не мог говорить «Я проснулась!» Поскольку спал еще крепче, чем Ирка. Хомяк не мог говорить «Проснулась!» Хомяк был мальчик! Хомяк не мог говорить даже теоретически «Хомяк был животное!» Это говорила я, но я спала, а во сне я себя не контролирую и поэтому вру. Я не просыпалась. Я говорила «Да-да, я проснулась, но не проснулась!» «Проверяй меня, когда звонишь!» «Как проверять?» «Задавай разные вопросы!» Отец стал задавать разные вопросы. «Ира!» «Это кто?» «Угадай!» «Это кто тебе звонит рано утром, вместо того, чтобы спокойно спать, потому что я имею уже право на пенсии, но спать подольше?» «Ира!» «Кто?» «Это ну?» «Это…» «Это папа!» «Я проснулась, папа!» «А почему я тебе звоню, Ирочка, из другой страны, по доллару за минуту?» «Чтобы меня разбудить!» «Я уже проснулась, папа!» «Ира!» «Какой сегодня день?» «Ира!» «Понедельник!» «Я проснулась, папа!» «Какое число, Ира?» «Пятое!» «Проснулась я, папа!» «Спасибо, папа!» «Месяц, Ира!» «Сентябрь!» «Я проснулась уже!» «Проснулась, папа!» «Уже!» «Ты проснулась?» «Да?» «Констатировал папа!» «Да, да!» «Я проснулась!» «Через два часа!» «Ты меня не разбудил!» «Ты меня не разбудил!» «Меня уволят с работы!» «Я опять проспала!» «Но ты же отвечала, Ира!» «Ты же правильно ответила на все вопросы!» «Да!» «Потому что я в тебя!» «Я умная даже во сне!» «И сообразительная!» «А главное, очень несобретательная!» Папа перешел на точные науки!» «Ира!» «Это папа, Ира!» «Да, да!» «Я проснулась!» «Не морочь мне голову!» «Ты спишь!» «Назови число Пи!» «Пи!» 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 «Сейчас!» «Ирка куда-то убегала, возвращалась!» «Алё!» «Это кто?» «Это папа, Ира!» «Я звоню, чтобы тебя разбудить!» «О!» «Папа!» «Молодец ты какой!» «Я уже проснулась!» «Папа!» «Нет, Ира!» «Ты спишь!» «Ира!» «Назови число Пи!» «Число Пи!» «Число Пи!» «Число...» «Алё!» «А это кто?» «Это папа, Ира!» «Это папа!» «Я звоню, чтобы тебя разбудить!» «Назови число Пи, Ира!» «А!» «Легко!» «Три и четырнадцать!» «Правильно!» «А кто тебе звонит?» «Это папа?» «Папа!» «Здравствуй, папа!» «Вот спасибо тебе!» «Вот спасибо!» «Это ты, папа!» «Правильно!» «Ты проснулась?» «Да-да!» «Конечно!» «Я проснулась!» «О чем я только что спрашивала?» «Ты спрашивал?» «Число Пи?» «Правильно!» «Ты точно проснулась?» «Да!» «Ты не будешь мне звонить через два часа?» «Ты орать, что я тебя не разбудил!» «Нет!» «Ну что ты, папа!» «Ну что ты!» «Через два часа Ира звонила и орала!» «Опять!» «Почему не разбудил?» «Меня уволят!» «Давай вопросы по изощрению!» «Ира!» «Доброе утро!» «Как зовут Маркиса?» «Габриель Гарсия!» «Я проснулась!» «Нет!» «Ты врёшь!» «Экзюпери!» «Мари Роже Антуан!» «Я проснулась!» «Титул!» «Граф!» «Чем меньше женщины мы любим, Ира, тем...» «Легче, папа!» «Легче нравимся мы ей, папа!» «Я проснулась, папа!» «Точно!» «Всё!» «Точно, папа!» «Ира!» «Ира!» «Слушай, Ира!» «Если ты опять позвонишь мне через два часа!» «Если ты мне позвонишь, Ира, я тогда не знаю, Ира!» «Ира позвонила через два часа!» «Скандалила и рыдала!» «Папа отказывался звонить!» «Сказал, что больше не выдержит!» «Пусть Ира кого-нибудь нанимает!» «И хорошо платит за эти муки, за эти нервы!» «Папа больше не может!» «Ира ныла!» «Давила она на папину совесть и плохую наследственность!» «У Иры были неприятности на работе!» «Она проспала хорошие заказы и выгодных клиентов!» «Ну, папа!» «Я здесь уже никого не найду!» «Никто уже не хочет!» «Меня уже все будили!» «Ну, папа!» «Ты сам виноват!» «Не надо было меня в детстве баловать!» «Последний раз!» «Согласился папа!» «Последний раз!» «Ты поняла, Ира?» «Давай спрашивай что-то!» «Ты надо не просто отвечать, а соображать!» Отец стал задавать задачи на умножение треузначных чисел. Ирка решала легко, не просыпаясь. Потом пошли уравнения. Приспособилась, продолжала спать. Потом начались компьютерные вопросы. «Ира, у меня не включается компьютер! Что мне делать?» Ира грамотно обследовала папин компьютер по телефону, давала дельные советы, предлагала разные варианты, но продолжала сладко спать. При этом, после десяти утра, когда она действительно просыпалась, Ира пользовалась уважением на работе, поскольку была специалистом высокого класса и вниманием юношей, поскольку была очень симпатичной и веселой барышней. После свадьбы папа облегченно вздохнул. Теперь он сам мог спокойно выспаться утром и приличить свои растрепанные нервы. Теперь есть кому будить Иру. Но не тут-то было. Ну уж Гарик спал как сурок и не просыпался, когда Ира подробно рассказывала отцу по телефону, из чего состоит материнская плата. При этом все трое – Ира, Гарик и Хомяк – брыхли как медведи зимой. Баба продолжал звонить по утрам, чтобы изводить Иру, а теперь и Гарика, трудными вопросами. Трубку иногда брала Ира, иногда Гарик, а иногда, особенно осенью и зимой. Когда утром еще серо и прохладно, и так не хочется просыпаться, трубку брал кто-то из них и бормотал хроническое. Мы проснулись, папа, таким глухим, сибым, вялым и невнятным голосом, что папа иногда подозревал, что трубку взял Хомяк. Когда у Иры с Гариком родилась маленькая Ирка, папа взял билет на самолет и в панике помчался к детям. Первую же ночь он улегся спать рядом с комнаты, где поместили ребенка. Он почти не спал, боясь пропустить момент, когда маленькая Ирка заплачет. Но ее родителей он, конечно, совсем не рассчитывал. К папиному несказанному изумлению Ира легко просыпалась от каждого шороха или кряхтения дочки. Ира вставала и тихонько, чтобы не распутить папу, подходила к кроватке маленькой Ирки. Но Ирочка спала и иногда во сне морщилась, возилась, но не просыпалась. Так она спала с 12 часов ночи до утра. В осень Ира тормошила Ирочку, чтобы покормить. Ира маленькая ела с аппетитом, громко глотала, чмокла, приговаривала и причитала, но глаза не открывала. Ира маленькая спала. Жизнь продолжалась. Вот такой замечательный рассказ мы с вами прочитали. В Центральной городской библиотеке имени Ломоносова много сборников прекрасных, интересных рассказов. Пожалуйста, приходите и читайте хорошие книги. До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok